С учетом сложившегося положения с водоснабжением в нашем городе, в Зверево прибыл министр жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области Майер Андрей Федорович. Ознакомившись с ситуацией на месте, он ответил на наши вопросы. Произошел запуск нового водовода, но однако же проблемы постоянно существуют, и зверевчане, конечно, в таком негодовании. Почему и кто виноват в этих причинах, что нет подачи воды на город? Новый водопровод у нас работает в нормативном режиме, никаких с ним в принципе проблем нет. То есть он полностью исправный, с учетом действующих регламентов вода подается и обеспечивается водоснабжением населения в полном объеме. У нас в данный момент порыв произошел на Гуковском водопроводе стеклопластиковым. Он произошел в связи с повышенной динамической нагрузкой в районе перехода, пересечения железной дорогой. То есть в связи с этим пором, как пором, как раз и было ограничено водоснабжение города Зверево. Но для более оперативного устранения таких нештатных ситуаций у нас не выведен из эксплуатации металлический стальной водопровод гондарогуковский. Оперативно были проведены работы вчера по переключению, но, к сожалению, в связи с большим его износом там был также обнаружен порыв. Данный порыв до 8 утра сегодняшнего дня был устранен. Сегодня необходимо выполнить работы по установке запорной арматуры для того, чтобы отсечь стеклопластиковый водопровод и была возможность подачи по стальному водопроводу без стеклопластикового. После выполнения указанных работ ориентировочно завтра до конца дня они будут выполнены. После этого, с учетом регламентных сроков заполнения водопроводов, наполнения на третьем, четвертом, пятом насосных станций резервуаров, планируем, что на город Зверево населению будет подана вода с понедельника на вторник. Параллельно будут выполняться ремонтные работы на стеклопластиковом водопроводе, о том, что я говорил о районе железной дороги, поринтировочно на 6 дней срок выполнения указанных работ. Материалы им есть, люди сейчас все на объектах от министерства. Мы сейчас с Игорем Юрьевичем буквально в течение дня проехали, посмотрели характер повреждения, оценили сроки, оценили последовательность выполнения работ. Она наиболее оптимальная, о том, чем я озвучил, именно в такой последовательности будет выполняться. Андрей Федорович, а часто вот эти аварийные работы, возможно, это с неправильной эксплуатацией? Нет, зачем. Эксплуатация в нормальном режиме проводится. В связи с большим износом оборудования у нас насосные 2, 3, 4, 5 подъемов, они построены в 60-70-х годах. Ну и, соответственно, сегодня настал тот момент, когда именно масштабно необходимо выполнять работы по замене, по модернизации оборудования, по установке запорной аэроматуры, по установке новых насосных агрегатов и других направлениях. Но сегодня с учетом возможностей бюджета, возможностей организации коммунального комплекса, конечно, это разово не представляется возможным выполнить. Поэтому имеются такие проблемы. А в будущем компания Донрека планирует какие-то инвестиции делать, какие-то производить работы? Конечно, сейчас разрабатывается конкурс на концессионные торги по четырем территориям, в том числе по городу Зверя. В рамках данных концессионных торгов планируется привлечение инвестиций, которые как раз и будут направлены в том числе на насосные станции 2, 3, 4 подъема для нормализации ситуации. В текущем году у нас будет конкурсная документация разработана, в следующем году проведены непосредственно процедуры конкурсные. К концу 2017, 2018 и до 2021 года будут непосредственно производиться работы по модернизации системы. Сейчас нередко в таких ситуациях звучат слова о том, что как бы виновата городская администрация Зверева. Что бы Вы сказали о работе нашей администрации, именно по водоснабжению? Если говорить по работе администрации, то вот сегодня, например, случилось, понятно, что держим все на особом контроле, администрация руку на пульсе держит. Оперативно были вызваны водовозки, оперативно произвелось информирование населения, по графикам развоз воды производится. То есть мы сегодня видим, проехали сейчас точки развоза воды, посмотрели, как информирование прошло, видим, что администрация сработала очень оперативно. Ну и если говорить по системе водоснабжения непосредственно в городе, за то, за что как раз администрация основную ответственность несет, то у нас проблем таковых нет. То есть если есть магистральные вещи, глобальные, то да, у нас случаются проблемы. Но в городе все более или менее нормально.